Добрый день, друзья! Продолжается фестиваль играм быть в стиме, а значит мы продолжаем смотреть новинки их демо-версии. Давайте посмотрим на игру Уэйн Браун. Так, выберу себе тело. Аксалотль, Василиск, Летучая Мышь, вариант для демки Гвинейская, Морская Свинка точнее, и Броненосец. Давайте будем самым пушистым вариантом из тех, которые нам предложили. Пробудись, иди, присоединяйся ко мне. А чей-то тут делаем. Так, на W, A, S, Диме, двигаемся. Итак, мы можем делать рывочек. Давай, уйдет. При этом в пропасть мы не упадем, что уже приятно. Играет, возьми тесак. Идеально для рыбы. Хорош для приключений. Последний удар критический. Окей. Вжух. Ничего, тесачок-то. Размером с нас получается. Ей, тут можно разбивать вазы. Так, а у нас попали, между прочим. Это не очень приятно. Но, вроде, это попадание мы переживем. Что у нас в сундучке? В сундучке у нас тесак получше. Но, значит, критический удар после третьего удара. Давайте возьмем. А, это у нас вторичное оружие считается. Ну, теперь вообще неостановимо. Теперь надо спускаться. И мы можем делать атаку в прыжке. Атака в прыжке неплохо. Впрочем, как и мы с вами. Эй, подожди. Ты же не страж. Мы когда-то были таким же, как ты. Ту, что у меня воспоминания говорят. Если я правильно помню, но... А, боже, это все как-то не очень хорошо кончилось. Кажется, штука сломана. Какой-то осколок воспоминаний охватит за этим. Минерал. Если хочешь, мы могли бы помочь тебе покинуть это проклятое место. Мы можем поделиться тем, что от нас осталось. Но это может повлиять на твою личность, видимо. Но, хей. Это все же лучше, чем быть запертыми здесь навсегда. Если ты меня об этом спросишь. Пожалуйста, выбери меня. Ты можешь погасить одного из нас. Нет, меня. Освободи меня. Не слушай их. Возьми того, который больше тебе будет помогать. Больше других. Давайте возьмем, посмотрим, что нам предложат. У нас есть дуэлянт. Оружие и тринкеты наносят 60% больше урона против врагов, которые поодиночке стоят. Оружие и тринкеты наносят 40% урона, когда мы находимся рядом с целью. Либо наш первый удар уносит целью и дополнительный урон. Давайте асс... Ассасина это возьмем. Мы подбежали. Ударили хорошенечко. Ладно. Нам дальше уже добивать то, что от них останется. Уже будет проще. Можем открыть инвентарь. Вот наш дар. Вон он нашел. Оружие. Можем поменять их местами. Нет? Не можем поменять местами. Можем включить и выключить отображение. Уже значит, что керты увеличивают на 50% урон. Кто тут у вас вазы понаставил? Как беспечно с вашей стороны. Так. Тут мы выбираем путь. Справа? Ракушки. Налево мы уже не пойдем. Даже не посмотрим, что там. Ладно. Ладно. Ракушки это местная валюта. Ракушки это местная валюта. Нахнут. Ой. Ой-ой-ой. А, чё, вы кончитесь, нет? Вы кончитесь. Это хорошо. А то иначе пришлось бы кончаться мне. Так, что он тут предложит? Погатили. Воспоминание. Сфера смерти. Окей. Расшифровали ее. Мы можем следовать за ветром. Было бы неплохо, если было что-то, что нас подлечит. А, как у нас есть. Кунае. Второго уровня носит 48 урона в секунду. Накладывает проклятие. По 4% каждый. При удерживании все проклятия взорвется на все критический урон. Давайте возьмем. Мы должны будем что-то заменить. Мы можем заменить. Ну тут 160 урона. Конечно мы заменим уханный ножичек. Потому что он первого уровня. Уже не торт. Мы можем как-то его переработать. Может нет? И не можем. Ну теперь мы можем атаковать издалека. При этом у нас есть атака, которая не атакует сразу. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 6, по-моему, атака, да? 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6 атака получается. Наносит кучу урона. А если я? А, ну и не знаю, что с этими кунаемы не очень хорош. У нас первый удар, который мы взяли. Который усиливает наш самый первый удар. Зато издалека бить безопаснее. Тут приходится выбирать, хотим мы нанести больше урона или сами хотим получить меньше урона. Так, а как нам к тебе прийти? У вас там много вон стоит. Я вас вижу. А, я понял. Так, я их сагрил. Я их сагрил, они побежали, 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 побежали. Что они все-таки? А что, да, так можно? Вернись. Ну вот, минус один. Уже спокойно. Ну, лиги-то должен быть второй. Вот он, лапушка. Ой, как мы ему под выстрел-то попали? Это нехорошо. Нам бы это... Все еще очень хотелось бы подлечиться. Боюсь, тут подлечиться нам не будет. С другой стороны, он умирает из двух ударов. Поэтому его-то мы как-то переживем. А вот что делать дальше с таким количеством здоровья? Я не знаю. Ну, постараемся аккуратненько пойти. Может быть. Может быть. Лечение у них тут тоже встречается. Еще одна сфера. Почему у нас сфера? Один. Минус один. Так, почти. Все. Да, на сколько если бить, то получается очень даже неплохо. Но здоровья нам это, к сожалению, не прибавляет. И в вазах здоровья не особо-то есть. В общем, может быть какой-нибудь подхил? Нет? Нет. Пока мы не умеем. Хо-хо. Двоих. Ай-яй-яй-яй. Да. Он же стреляется. Прямо упадало. Мину его и попали. Но ничего. Вот оно. Эл вернулся. Я здесь, мастер. А. Ага. Еще один новый рекорд пришел, который нужно потренировать. Но тогда... Замолчи. Чух. Перестань уже. Дай им время, чтобы уже высказать свои эмоции. Они только что вернулись к жизни. Эй, он до меня стошнил. Ну что ж, Катя убивают, и так легко перенести. Я принесу швабру. Дорогу пожаловать в наш ковчег. Меня зовут Эперин, глава деревни и гильдии прыгателей. Ты, похоже, полностью восстановился. Наш Макабо точно знает, как... Работать... Чудесам в аптеках. Как двери чудеса. А что у тебя там на спине, а? Пульсор? Я не знаю, где ты его взял, но... Он связан с твоей душой. И это позволяет тебе вернуться к жизни здесь, в ковчеге. Ты прям... Погромный счастливчик. Только те, кто связаны с Пульсором, имеют привилегию становиться прыгателями. С коконами. С коконами, прежде всего, они здесь, чтобы помочь людям ковчега. Ну, людям, волкам, хомякам, морским свинкам. Понимаешь? Они приносят драгоценные ресурсы, такие как шестеренки, которые находятся на стражах вортекса. Если сможешь помочь жителям ковчега, я сделаю тебя новым рекордом. Для начала можешь сходить поведать Куприка на западе? О, жут. В все время один из моих новичков принес ему голема, стража. Не беспокойся. Он так-то безвредный, но... мы не можем оставить его работать. Если ты заставишь, ты будешь один из нас. Ну, что скажешь? Ну, в крайнем случае, ты будешь работать с Макабой. Но при тем, как ты уйдешь, возьми вот эту пляжку. Оно может оказаться полезной. Пляжка со здоровьем! Вот что нам надо было. В основном, это 40% нашего здоровья. Конечно, берем. Вот, теперь заживем. За 200 шестеренок можно два раза ее использовать. И есть получать оружие в начале экспедиции. Давайте мы получаем оружие в начале экспедиции. Это что? Как же? Получаем оружие в начале... Да. Давайте. Так, Лай Макабы. Строит летающий... Не, Барк. Это... Кара. Кара, да. Чтобы сохранить коллекции Макабы, также можем изменять свою внешность и взять Бэкстейбера. Урон в спину, но и на 25% больше. Это все хорошо, но у меня нету больше шестеренок. Так, Куприк, Куприк, говорят слева. На западе. Запад от вас где? Здрасте. А, я теперь прыгать так не могу. Бу. Это можем начать экспедицию. Здрасте. Эй, привет. Этот гулем меня с ума сводит. А, так ты новичок. А я Куприк. Я тут занимаюсь восстановлением всех сломанных вещей в ковчеге, но этот черт грубый гулем мне сопротивляется. Я уже все попробовал, но похоже в нем не хватает какого-то важного компонента. Возможно, сможешь найти этот компонент в Вортексе. Все, что тебе нужно, это искать такую же модель и схватить часть, которая будет светиться. Мне интересно, а что же вообще-то голем-то должен делать? И почему у него там мечи торчат? Окей, найти способ починить Friends Forever, да? Друг навсегда в тюне композиции. Окей. Все, а теперь иди в бездну. А тут а справа у вас что? Справа у вас, между прочим, 25 шестеренок. Итого 47. Но мне все равно не хватает. попрыгали. смотри, здесь вомета. Готов поспорить, не дали вам свою первую миссию после того, как ты тебя размажила вортексом. Лол. И что еще больше даже не знаешь, как использовать пушку, да? Просто от смеха валяюсь. Это ж слишком просто. Тебе просто нужно залезть в нее. Вот так. Вот. Ну, так у тебя всего лишь две клетки мозгу. Мозгу? А? Ну, ладно. Как скажешь. Парители. О. О, собственно, то, что мы купили, мы купили катары. Бэкстебы носят криты. Если мы дернемся, мы можем дышиться позади цели. Так, а мы после того, что мы делаем дэш, там небольшая пауза идет. Окей, к этому надо будет привыкнуть. Дэш. 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 я думаю можно и тут их во там же кнопочка была чтобы поменять во то так будет удобнее так там товарищ с пушкой слушай довольно безопасная атака да сразу за спину врага запрыгиваем довольно интересно так у нас ракушка не пропадают между забегами ой аккуратнее надо быть мы живем и и и и О, пусть все обнаружен Вот он-то нам и нужен, да? А, с тобой поговорить можно? Френдли? Тревога Пожалуйста, не уничтожай меня Befriend Forever Это мирная модель Пожалуйста У меня дружелюбные отношения Когда будешь использовать А быть другом навсегда Он здесь, чтобы помочь тебе Может уверить твои запросы Кот Пи Кто-то миссинг Пис миссинг, видимо, да? Пи-пи-пи-пи-смиссинг Запомнили бы? Пи-пи-смиссинг Все Тревога Операция невозвратима Надеемся Мы управляем ваше ждание Позаботьтесь о друге Окей, нужно вернуть теперь Эту запчасть А впереди нас ждет Первый босс Ой, какие у него маленькие ручки Господи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-п Готово. Альтернативная атака. Теперь можем использовать наше оружие, пока не возникнет новый сигнал. Затем используем другое оружие, чтобы запустить его альтернативную атаку. Ничего себе, тут такое тоже есть. Забавно. Ок. Кто-то идет в боевую систему интереснее. Не ломается. Не ломается, к сожалению. Альтернативная атака. Так, а мы где-то еще получили урон, да? Ну ладно. Кто это у нас? Что, светящийся камушек? А, ну это какой-то ресурс. Он в правом нижнем углу у нас отобразился. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. а это чтобы какая-то бомбочка со слизи наносит слизь на повреждение программ в течение четырех секунд о так это у нас уже dead cells получается можем использовать тринкеты жу полминуты перезаряжается но в большой мясорубке когда врагов будет много-много явно будет полезно ну или на басе каком-нибудь так а здесь у нас выбор от налево можно пойти а направо штука открытая пойдем налево мошенничали готова мы живы получаем что-то новенькое что это такое новое вспоминание tranquility и новая статуя с подарочком что у нас случайная метка случайно помечаем ближайшего врага каждые три секунда соответственно 100 урона ему наносим на лечение убивает нас на тюра лечение убил убийство лечит нас на четыре процента лечение убивает конечно немножко не то либо продолжительность слизи можем увеличить слизь как мы видим она станет врага он пытается выбраться как-то атаковать но не может положительность слизи конечно неплохо некромантия почему кому некромантика скорее это какой-то вампиризм идет в целом импиризм штука полезная у нас как ну как-то он сразу двоих убивает явно между этими атаками не три секунды прошло мы тянем под хил мне кажется это будет неплохо метки тоже хорошо но всегда не хватает лечения и к слову о лечении боль так а мы здесь вот убили ребят а дальше нам куда-то 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 дальше куда-то куда-то остается капать назад только путь сюда и остается о мы фуловенькие говорю все хорошо так там у нас шарики шарики вазы ой 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 слышь как-то я не использовал вот эту атаку хотя он довольно неплохо три раза атаковать одним оружием ай-яй-яй ты чё шмель кусается а Так, можем пойти направо, можем пойти налево. И получаем куная, уже нам знакомая. Давайте возьмем их вместо, вместо, вместо тебя, наверное. Интересно, как у нас имеется сейчас третья атака. Ладно, просто кину большую штуку. Ладно, пока меня текущая уже устраивает. Да, неплохо. Ладно. Так, готово. Надо было третий удар носить. Окей. Какой-то ускоритель есть. Что у нас? Тринкеты заряжаются быстрее. Крит урона будет больше. Либо скорость атаки. Но эти крит уроны больше. Мы стараемся в спину атаковать. Поэтому я думаю, нам это будет неплохо. Так, здесь рыбный ножик. Второго уровня. Вроде как больше урона. Пострелили в Дарк Рит. Но 30 здоровья вроде как надо отдать, да? Не, идите хочу. Я, конечно, отличусь. Да, он предлагает туда пройти. Заводите ножиком. Меня устраивает текущее. Здрасте. Ах, не посадил. Запутался немножко. Ах, не答える вам всё таки. Современно урона не Trainer. Время будет! Время будет. Время будет. Время будет. Лет Ребо говоря. Время будет. Приятный атаковать. Время. Ему неites. Приятный asfalку. Время. Время будет. Время будет. Пожадничали Наверное, этого стоило Все-таки здоровье мы восстановили И получили очередное Дар Так, проклятое ошеломление Когда последнее проклятие Тринквитца У нас есть шанс Что мы достанем всех врагов На последнее проклятие На полторы секунды, но это если мы пользовались кунаями Так, смертельная брутальность Убийство активирует брутальность Плюс 60% урона на 4 секунды В целом, неплохо Это случайная метка Давайте идем в случайную метку Хотели выбрать в прошлый раз Возьмем сейчас Хотя и брутальность Тоже неплоха Так, за 200 ракушек Можем взять Гранату Будем кидать взрывчатку у врагов Ну давайте Я пока не вижу Зачем еще ракушки могут нам понадобиться Возьмем еще один тринкет У нас на Q и на I Два тринкета А впереди у нас боссу Впереди у нас боссу Ай, зачем я тебя спрыгнул? Ай! С детей Давайте Возьмем Да, на Повредь У нас боссу куier Ой, больно. Ну, мы его убили. Мы его убили, хотя нас тоже почти убили. Окей, давайте получим новый клиночек. Тяжелый клинок. Фух, сейчас мы дойти куда-нибудь и сохраниться. Это было бы неплохо. Можно где-нибудь? Вот, похоже, надо относительно мирное место. О, слушай, нас тут лечат. Хорошо. Хорошо, как это нас лечат. Все, подлечились. Так, вот, собственно, магазин. За 200 можем получить себе еще вот эту вот пыль. За 200 можем получить пыль. Еще одну пыль. А в чем разница? Ну, давай получим. У нас 333. Вот. Да и две таких штуки есть. Не знаю пока зачем. Но, наверное, они очень нужны. И пригодятся нам последствия фикс-3. Так, это мы куда отправимся? Обратно на ковчег можем вернуться. Давайте, пооткроем сундук. Во! В сундуке есть куча шестеренок. Ужай, что их меньше 200. Поздравляем, что вы так далеко выжили. Спасибо, что проиграли наш маленький такой закусочку, заправочку. Если вам понравился опыт и вы хотите поддержать разработчиков, тогда вы можете добавить windblown в список желаемого в стиме. Для разработчиков это многое значит. И, хей, это также помогает моему другу. Лагеритм рекомендации. Ну, а 24 октября игра выходит в ранний доступ, где будет больше персонажей, оружия, вызовов, испытаний и особых каких-то талантов, которые будет ждать, нужно ждать. Ну, и, конечно же, кооп. Поэтому можно будет залететь в Вортекс вместе с друзьями. Ну, а мы на этом завершаем. Большое спасибо за просмотр и увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...